Министерство строительства и архитектуры и Госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству региона. Эти два органа исполнительной власти выполняют одну задачу. Именно поэтому коллегия прошла в объединенном формате. В начале заседания всех участников по видеосвязи поприветствовали глава Мордовии Артем Сдунов, а также федеральные спикеры. Замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Константин Михайлик подчеркнул, 2021 год был крайне важным для всей отрасли. Благодаря слаженной работе строителям страны удалось добиться достойных результатов. 92,6 миллиона квадратных метров жилья – это, конечно, просто рекорд. Общероссийский рекорд и, конечно, достижение всех нас. В том числе и Республики Мордовия, которая в прошлом году перевыполнила установленный план и обеспечила более 340 тысяч квадратных метров жилья. Но впереди у нас с вами очень-очень амбициозная задача. Все хорошо помнят, что в соответствии с целью, поставленной нашим президентом, к 2030 году мы должны с вами построить 120 миллионов квадратных метров жилья ежегодно. В решении всех дальнейших задач федеральное ведомство обещало оказать Республике непосредственную поддержку. На заседании представили подробный отчет о деятельности регионального Минстроя за 2021 год. За этот период строители выполнили работ более чем на 25 миллиардов рублей. Немало средств было привлечено в рамках различных федеральных проектов. Активно строились и капитально ремонтировались социально важные объекты. В прошлом году завершено строительство 13 объектов социокультурного назначения. Это 4 крупных объекта спортивной инфраструктуры, 2 крупных объекта здравоохранения, 4 объекта культурного назначения, 3 детских сада в городе Саранске и в муниципальных районах. Кроме того, на территории региона осуществлен капитальный ремонт 7 социально значимых объектов, 4 домов культуры. Кроме того, в 2021-м удалось достроить и ввести в эксплуатацию некоторые объекты незавершенного строительства. Это универсальный зал Саранск-Арена, а также новые корпуса детской республиканской клинической больницы и онкологического диспансера. В отчете были обозначены и проблемные точки. Среди них нестабильное производство строительной продукции, нехватка квалифицированных кадров. А что с дорогами, отчет о работе Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству также был представлен максимально подробно. Было построено, реконструировано и отремонтировано 324 километра дорог, в том числе регионального значения 232 километра и местного значения 92,5 километра. Приведение в нормативное состояние как региональной, так и местной дорожной сети в рамках нацпроекта БКД должно быть ускорено. И наша с вами задача выполнить объемы 23-24 годов опережающими темпами. Здесь особое внимание уделили дорогам местного значения. В 2021 году республике были предоставлены 500 миллионов рублей по ведомственной целевой программе. Эти средства помогли отремонтировать 52 километра дорожного полотна в глубинке. В этом и последующих годах работа в данном направлении будет продолжена. Кроме того, был реализован очень важный проект строительства обхода города Розаевка. Началась работа по подключению Мордовии к трассе М-12. На коллегии было отмечено, многие задачи выполнены благодаря поддержке федерального центра. Основные векторы работы на ближайшую перспективу для сотрудников отрасли обозначил глава Мордовии Артем Сдунов. Мы добились поддержки президента России уже сейчас по разработке документации на строительство автодороги Старый город-Вещерка. Я прошу держать сроки проекта на постоянном контроле, приступить незамедлительно к реализации после подготовки проекта. Кроме того, конечно, важнейшая задача – это участок Арзамас-Саранск и далее до Розаевки. Но сейчас приоритет у нас благоустроить дорогу, осветить ее от Саранской до Розаевки. Поэтому тоже проектные работы держите на контроле. Основной посыл – все нужно делать в срок, другие поручения привести в порядок, документацию по объектам незавершенки, а также налаживать работу с инвесторами. В этом году строителям тоже предстоит потрудиться на славу. Запланирована большая работа, в том числе по соцобъектам. Речь о капремонте и строительстве школ. Эти объекты, отметил Артем Сдунов, нужно держать на особом контроле. Они должны быть введены в строй до 1 сентября. Также на расширенной коллегии выступили представители рабочей группы Комитета опоры России. Они презентовали проекты по комплексному развитию территорий и формированию комфортной городской среды. А в завершении заседания лучшим сотрудникам отрасли были вручены заслуженные награды. Юлия Момаева, Станислав Семин. Народные новости.